Где 9 тысяч лет существовала цивилизация на нашей территории. Это наша история. Мы до христианства имели здесь цивилизацию, которая была высокой, высочайшей. Более могущественной. Более могущественной. Есть организация Мособлгаз. Это стратегическое на самом деле предприятие, которое обслуживает всех потребителей Московского клуба. Миллионы. Это было государственное предприятие. Оно принадлежало Московской области. Губернатор Воробью передает ее по определенной совершенно кривой схеме президенту еврейского конгресса. Кантору. В Газе это концентрированная демонстрация всему миру, как мы можем сгоями распоряжаться. Протестанты ведь не приняли Новый Завет. А что такое Тора? Это Ветхий Завет. Они тоже не приняли Новый Завет. По сути дела, хоть и протестанты называют себя христианами, но они не приняли Христа, по сути дела. Также не приняли Христа иудеи. Посмотрите всю нашу историю. И новейшую, и так называемую российскую вот сегодня. Вы увидите, что во главе ключевых структур и государственных, и около государственных были иудеи. Приветствую вас, друзья, на нашем канале Перехват Управления. И у нас сегодня Егоров Юрий Николаевич. Русский аналитический центр. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Юрий Николаевич, сегодня мы с вами поговорим, как Россия, цивилизация. И вообще, какие цивилизации у нас существуют в мире. Ну и небольшой прогноз на следующий год, наверное. Ну что же, тема, наверное, актуальна. Еще более актуальна, потому что Путин, ну на моей памяти это впервые, связал, кстати, как-то так в суе. Такая фраза была, она не яркая, не четкая. Связал два слова, страна и цивилизация. Касалось России. На самом деле, в прессе, в всяких аналитических документах, которые были у нас на глазах, ну последние там много лет, лет 15, наверное, была такая сквозила даже, такая фраза, что Россия – это цивилизация, притворяющаяся страной. И действительно, когда мы посмотрим ретроспективно на всю нашу историю, от возрождения русского государства после первых неких неудач, назовем это так, то впервые при Петре Первом уже сформировано было именно цивилизационное понятие, империя. И затем, во времена Екатерины, ну, наверное, все-таки уже была сформирована именно цивилизация, она так называлась, восточная цивилизация. Она и развивалась как цивилизация, которая вмещала в себя не просто огромные территории, а и большое количество наций и народностей, которые органически входили в это пространство, взаимодействия между собой, и действительно, русский народ был не просто государственно образующим, это узкое понятие, на мой взгляд, цивилизационно организующий народ. Вот эти позиции, ну, практически не звучали последние лет 10, наверное, 12. Что мы себе сейчас должны уяснить? Что столкновение цивилизаций – реальность. Это не значит, что будет война глобальная и сразу. Нет, это будут… Сначала локальные войны. Тяжелые локальные войны, и когда мы сейчас… Но неизбежно по всему миру. Сейчас, когда мы слышим с экранов государственного телевидения, очень часто всевозможные эксперты выступают, и я слышу такую риторику, что вот американцы неправильные решения, их политика недальновидна, они, значит, там ошиблись и так далее. И вот в результате, вот Ирак, вот, значит, разбомбили там Ирак, и ничего не добились. Нет. Они всего как раз добиваются. Их главная задача и цель – это создать бурление, как это выражался и будет, в каждой точке мира. Но все-таки из Афгана они ушли. Но они оставили там горы оружия. Вы поймите, что это не есть недостатка. На 8 миллиардов оружия они оставили в Афганистане. Фактически это, ну, террористический режим, да? То есть, и это оружие когда-то должно выстрелить, оно когда-то должно сработать. Что такое 8 миллиардов для США? Да ничего. А в руках, вот эта гора оружия в руках определенных сил, которые можно направить куда? На Пакистан, на Иран. Как угодно сформулировать цели и задачи в какой-то тактике. На мой взгляд, нельзя считать, что это какой-то просчет. Да, они ушли оттуда, поняв, что сейчас эта задача для них выполнена. Подожжена ситуация, напичкана оружием и потенциал агрессии есть и очень большой. Сейчас то же самое практически делается в Газе. На мой взгляд, это была попытка именно определенных иудейских сил. И, ну, смешно просто думать, что Моссад, который имеет, ну, это же одна из самых компетентных разведок мира, которая имеет огромную сеть информатов и так далее, и чтобы они не видели тренировок определенных сил. То есть, они сами же и создали это. Я думаю, это именно для того, чтобы потом взорвать ситуацию и довести его до сегодняшнего состояния. Что за сегодняшнее состояние в этой уже точке новой? А это, по сути, проявление нацизма. Вы посмотрите, что делают цахаловцы. Нацизма или фашизма? Нацизм. Фашизм – это несколько иное понятие. У нас в СУЕ очень часто делают черточку. Это синонимы. Нет. Пожалуйста. Разве был нацистским фашистский режим в Испании? Нет. В Португалии, в Сулазаре? Нет. Может быть, нацистским был чилийский режим? Нет. Это фашизм. И нацизм надо воспринимать как проявление, жесткое уже проявление, именно превосход с одной нацией на другой. Вот в данном случае мы имеем жесткое проявление сионизма. То есть, в Израиле есть разные силы. Вот расскажите поподробнее, пожалуйста, какие силы в Израиле есть? Ну, мы же накануне, год-полтора, там у них шла борьба между либералами и консерваторами. Причем борьба, которая была довольно ожесточенной. Такого Израиль давно не испытывал. То есть, страна разделилась пополам. Но там же ведь есть и силы, которые прямо работают со свастикой. И они, это известные силы, и они, правда, может быть, не столь вычислены, но это сионистские силы. Дальше есть иудейские силы. То есть, не все же евреи и иудеи. Но, тем не менее, обратите внимание, по поводу событий в Газе практически высказались все религиозные конфессии в первых лицах. И папа, и наш патриарх, мусульманские лидеры, лидеры мусульманских общин разных стран. А вы слышали что-нибудь, как иудеи сформулировали свое отношение? Я имею в виду религиозный факт. Нет. То есть, они являются частью вот этой всей деятельности, назовем это в кавычках деятельности, которая в конечном итоге должна привести к именно реализации ТСПревосходства евреев над... То есть, евреи, вы хотите сказать, объединились? Хотя я видела ролики там, где евреи... Нет. Это есть проявление определенной агрессивной нацистской, по сути дела, части еврейства в данном конкретном случае. Они же сионисты. Да. И, кстати говоря, надо вспомнить историю не такую же давнюю, как именно сионизм исследовался, расследовался и формулировался Организация Объединенных Наций как движение практически нацистское. Значит, мы это все почему-то забываем. Ну, потому что запретили нам и эти фильмы даже сионистские запретили, которые во время Советского Союза как раз какие-то и распространялись. То есть, они доносили правду. А сейчас нельзя эту правду говорить? По-видимому, мы переходим сейчас к следующему пункту нашей беседы. А именно, ведь цивилизация западная, если мы сейчас перекидываемся на ту сторону, это необходимо для разговоров, то выделяется, по сути дела, англо-саксонская цивилизация, которая, ну, пять столетий воевала с Россией. То есть, она была главным врагом России, ни каким-то, ни партнером, ни соперником. Это была главным врагом России изначально. И совершенно понятно, с другой стороны, а кем сегодня или чем руководствуется эта англо-саксонская цивилизация в текущий период? Вот в этом бурлении, в наш период, по сути дела, передела мира. Ну, мы же, наверное, знаем, что Америка и Израиль – это практически одно и то же. Нет, я бы с вами не согласился так. В Штатах огромное и очень влиятельное еврейское лобби. Но сионистское лобби там слабовато. Или его вообще нет. Это первое. И второе. Иудейское лобби там, безусловно, мощное. Почему? Потому что, ну, моя версия. Потому что ведь порядка 70 или 80 миллионов американцев, то есть избирателей, это протестанты. Протестанты ведь не приняли Новый Завет. А что такое Тора? Это Ветхий Завет. Они тоже не приняли Новый Завет. По сути дела, хоть и протестанты называют себя христианами, но они не приняли Христа, по сути дела. Также не приняли Христа иудеи. Еще раз прощу. Не израильтяне. В Израиле есть и такие евреи. Даже коммунисты есть. Даже нацисты. Значит, речь идет о том, что иудеи не приняли Христа. Они, более того, работают в глобальном мире как антихристианское движение, религиозное движение. В этой части, что произошло в начале прошлого века? Фактически сформирована была концепция замены денег банка США, то есть государственного банка, на деньги ФРС. А что такое ФРС? Это ООО, учреденные еврейскими домами. Кто это конкретно? Сионисты? Вот как раз это не сионисты. Среди них могут быть сионисты. Но это иудеи, которые сформировали свою ветхозаветную концепцию господства. И оно, это господство, на сегодня, ну просто показывается, даже демонстрируется. В Газе это концентрированная демонстрация всему миру, как мы можем сгоями распоряжаться. У меня тогда такой вопрос. Скажите, вот все вот эти вот повестки, глобальные повестки, зеленые и так далее, мы понимаем, что это идет уничтожение всего населения. Кто это? Сионисты или все-таки иудеи? Иудеи. Иудеи. Сионисты, еще раз, давайте мы не будем путать божий дар с яичницей. То есть, есть еврейская цивилизация. Она может содержать и те, и другие, ну как бы фланги. И ведь там есть противоречия, и задачи серьезные. Свои внутрицивилизационные. У нас тоже в нашей цивилизации, в англосаксонской цивилизации мы знаем мощные противоречия. Но они могут стимулироваться, могут притушиваться, да, значит, каким-то образом в рамках цивилизационного развития. В данном случае мы сталкиваемся сейчас с тем, что идет консолидация еврейства вокруг иудейской идеи основной. Машаах, они либо ждут Машааха сейчас вот буквально, либо они будут констатировать, что он уже есть, но только мы его не можем указать. То есть, они до сих пор не понимают, что Иисус это и был Машаах, которого они замочили, правильно? Я бы не хотел сейчас в теологию, в нашей беседе впадать, потому что я не специалист. И думаю, что для того, чтобы быть специалистом в этих позициях... Ну, мы и зрителям отнесем это вопрос. Да, нужно Тору изучить от А до Я. Ну, знаете, достаточно, по-моему, 613 заповедей, которые точно должны противоречить одна другой. Ну, не может 613 заповедей быть непротиворечивающими. Ну, это логически. Итак, значит, мы с вами констатировали вторую мысль для нашей беседы в части передела мира и столкновения цивилизаций во имя нового мирового порядка. Когда говорят о том, что новый мировой порядок будет, он уже формируется, это совершенно очевидно, он будет, и он будет более справедливым. Но, на мой взгляд, многие лукавят, что это будет какой-то такой благостный период, это будет стремление и движение в гармонию. Но не надо забывать, что это будет столько противоречий, их будет количество нарастать. Когда мир однополярный или там двухполярный, ну, на самом деле, довольно все просто. И многие решения были простыми, на самом деле, должны были договориться два лидера или там один с кем-то, и решение находил. Сейчас решение будет искать сообщество. Ну, если БРИКС будет расширяться таким темпом, как мы это сейчас видим, порядка там 20-30 стран, через годика полтора-два, то найти взаимоконсенсус, назовем это слово такое, не очень удобоваримое в данном случае, но, тем не менее, найти вот это взаимопонимание будет довольно сложно. А противоречий будет нарастать в разных местах. И взрываться будут именно точечно очень многие регионы мира. Ну, например, мы сейчас с вами перескочим на другую цивилизационную площадку, а именно Латинская Америка. Это, в принципе, континент, который был уничтожен, цивилизация инков и других, это высокоразвитая цивилизация, они были уничтожены испанскими, и затем еще и другими, назовем так, колониальными державами. Это тоже иудеи были? Я не могу. По некоторым данным, да. Я не могу сейчас это утверждать, но я утверждаю то, что это были бывшие варвары из Европы. Ведь европейская цивилизация, именно франко-романская вот эта часть, она сформировалась варварскими племенами, которые разрушили Рим. И это надо понимать, что они несли в себе вот эту, вот эту ментальность, которая и привела к уничтожению. Они приплывали на ту часть мира, и они просто уничтожали все, что попадалось им на их пике, как конкисты, да. Так вот, значит, я сейчас говорю о том, что даже в этой цивилизации уже нашли точку, и она будет неизбежно разгораться. Почему? Там есть испаноговорящие, даже так, и португалоговорящие, то есть португалоязычные. Я думаю, что здесь не случайно именно в этой Гаяне возникла вот эта проблема. Она создана именно в этот момент, именно сейчас, и не случайно именно сейчас. Теперь дальше. Ведь если мы посмотрим, а что за проблема в других частях мира. Ну, одна из них, это такая вроде мелкая задачка. Малакский пролив. Все торговые пути с Юго-Восточной Азии в Европу, в эту часть мира, идут через Малакский пролив. До Суэса еще нужно доплыть. А Малакский пролив – это довольно узкое место. И там сейчас, если вы посмотрите, любой зритель, любой ваш слушатель может посмотреть в интернете, какой стал потворения там творится из кораблей торговых. Там нужно, чтобы пройти. А кому принадлежит пролив? Вот он не имеет хозяина. Он же ведь как бы нейтральные воды. То есть, речь идет о том, что это пролив, в который сейчас нужно выстоять очередь двое-трое суток. И это основной путь для китайских товаров. Для китайской экспансии по всему миру, не только в США. Представь себе ситуацию, что вдруг по какой-то причине, опять какой-то надуманный или незначительный. Но это сейчас произойдет, или в следующем году Малакский пролив вдруг начнет бурлить вокруг него. Вся ситуация взрываться так, что он будет непроходим. И возникает следующая точка, где уже завязаны несколько стран Юго-Восточной Азии. До Тайваня мы еще не дойдем. То есть, проблема Тайваня будет вялой. И долгое время даже выпадать из искусственного нагнетания событий вокруг. Но мы видим, сейчас немножко затихла эта тема. А вот Юго-Восточную Азию взорвать американцам. Ну, не американцам, а иудеевым. Думаю, что задачка приоритет. Таким образом, мы будем видеть, что взрываются ключевые места, пограничные между цивилизациями. Что такое Украина? Это мы вспоминаем линию Керзона всегда. Она плавала всегда. Это условное политическое понятие. Но темнее она была и по западной границе Польши, и по восточной границе Польши. И сейчас она по Украине, грубо, какое-то время тому назад, с движением НАТО к нашим странам, она пришла даже не на границе Польши и Белоруссии. Она прошла дальше. И это ключевой момент, который заставил Путина даже поспешить, может быть. Потому что здесь уже эта граница Керзона, это ее перемещение внутрь нашей цивилизации слишком глубоко. Эта точка затихнет как-то? Я полагаю, мы с вами по-другому сейчас посмотрим. Я отвечу на этот вопрос. Потому что вопрос всех интересует, но он уже для иудеев в Америке, я думаю, он уже менее актуален, чем раньше. Они взорвали то, что нужно было. Итак, наша цивилизация, северо-евро-азиатская, православно-русская и, давайте я даю специальную паузу, тюркская. Эта цивилизация начинается от Чукотки, даже остров Аратманово, это в океане уже, да? Значит, мы страна не Япония, а мы страна восходящего солнца. Потому что от Аратманово, а дальше японский часовой пояс, это два часа, это раз. Второе, Корея называет себя, это бренд такой, страной утренней свежести, да? Но раньше Сахалин является страной утренней свежести. И таким образом, вот оттуда начинается наша цивилизация, я подчеркиваю, оттуда, и идет в западные регионы. И она всегда где-то завершалась, или границы всегда размыты, это понятно. Значит, она на линии Керзона как бы заканчивалась. В нашу цивилизацию входила и Финляндия. В нашу цивилизацию входили прибалтийские земли, которые никогда не имели государственного статуса. Никакого. Более того, земли, которые сейчас занимают якобы государство, якобы Эстония и часть Латвии, это земли, которые, а, Россия, империя, завоеваны у Швеции. Более того, еще и оплачено огромными деньгами по тем временам, на веки и вечные. Каким-то образом, вдруг, это оказывается некое государство, да еще, которое что-то претендует в отношении России. Абсурд. С точки зрения цивилизационного разделения в мире, это просто абсурд. Мы сейчас не говорим о территориальных претензиях России как государства. Мы говорим о цивилизационных границах, которые все равно будут двигаться. И они будут двигаться не вследствие того, что какой-то деятель государственный что-то захотел вдруг. Они будут объективно двигаться и объективно заполняться, наполнять те или иные цивилизации. И вот теперь мы посмотрим с вами чуть-чуть южнее. Почему у нас сейчас складываются позитивно? Ведь Персия это непростая страна и огромная история. Вековая, много века, тысячелетняя. По-моему, 6 тысяч лет. Это когда возникла первая монотеическая религия. Если не ошибаюсь, это был шестой век до нашей эры. Зороастризм. Кстати говоря, эта религия до сих пор имеет своих последствий именно в Иране. Еще раз подчеркиваю. До Христа был зороастризм. Шесть тысяч лет. Иудейской истории тогда еще не было. Далее Иран. Наши тюркские истоки. Я имею ввиду не наши славянские, а наши тюркские истоки на нашей цивилизации. Далее наши, назовем так, северные земли. И далее Индия имеют очень много, это археологами уже доказано-передоказано, очень много одинаковых артефактов, которые относятся к временам тысячи лет до нашей эры. Это цивилизация, ну кто-то называет Арией, кто-то. Но ведь Караим открыли, раскопали и еще несколько городов таких, где 9 тысяч лет существовала цивилизация на нашей территории. Это наша история. Мы до христианства имели здесь цивилизацию, которая была высокой, высочайшей. Более могущественной. Более могущественной. Но ледниковые последствия заставили этих людей постепенно перемещаться с севера, с севера на юг, через иранские земли, по сути дела. Почему эти страны, эти народы совсем не похожи на окружение, на мусульман, извините, на арабов? Это просто другая цивилизация. Она шла на юг. По некоторым версиям наоборот, с Индией все это шло на север. Путин недавно, это очень интересный момент, недавно он беседовал с учеными молодыми. И почему-то там центр внимания были именно исследования о генетические исследования. Как для новейшей истории, так и для истории доисторической, назовем так, доисторического периода. Ну, то есть, до христианства. И он обратил внимание, что это нужно, а, стимулировать, б, поддерживать, и, б, и, в, получить результат. Я так понимаю, его результат интересует не вообще, а сейчас. А это о чем говорит? Это о том, что вот этот самый цивилизационный путь, вернее, путь цивилизации от наших северных широт через иранские нагорья в Индию, это путь, который будет подтвержден генетическими исследованиями. Но еврейская цивилизация, это же другой код, и западная Европа, это тоже другой код. Совершенно верно. Вот это я хотел сказать, хотел в акценте и сказать о том, что наша цивилизация, она имеет евроазиатские основы и евроазиатское продолжение. То, что мы сейчас якобы повернулись в Азию, это просто ничего. Мы просто, как это называется, сейчас модно говорить, возвращаемся в родную гавань. То есть, наши все вывихи, когда голова была повернута в Западную Европу, это либеральные вот эти все тенденции, порожденные иудеями, безусловно, посмотрите всю нашу историю и новейшую, и так называемую российскую вот сегодня, вы увидите, что во главе ключевых структур и государственных, и окологосударственных, вы увидите, что это были иудеи. На сегодня евреи. Не важно, представители еврейской цивилизации, которая реально существует на планете. Я попытался понять, что такое Санкрит и история возникновения интереса к Санкриту у других цивилизаций. Интересная вещь. Все больше, вернее, больше всего изучали англосаксы. У них огромное количество материалов по этому поводу, но они не публиковались. Они не шли на информационную, назовем так, подачу всему миру. Не только своему обществу, но и всему миру. И только лишь завоевание независимости Индии и ее независимый курс, особенно последние 20 лет, привели к тому, что многие трактаты были переведены, а на многие языки стали доступными. И открылась картина. Совершенно другой мир был, существовал, процветал и главенствовал на планете. И этот мир, по-видимому, та цивилизация, по-видимому, имела и контакты с инопланетными цивилизациями. Я сейчас не фантазирую. Я говорю о том, что это предмет самого внимательного, самого скрупулезного исследования именно со стороны России, как цивилизаций по материалам на Санкрите. Я думаю, что мы найдем очень много параллелей с развитием нашей цивилизационной истории. И, наконец-то, будет доказано, что мы не сидели на деревьях. Это совсем не разговор. Мы даже такими терминами, давайте, здесь не оперировать. Итак, значит, когда мы рассуждаем о цивилизационных столкновениях по границам цивилизации, они всегда, ну, не столкновения, а противоречия, они должны быть. Границы между цивилизацией, это не границы между государствами с пограничными постами. Так вот, значит, мы должны задаться одним простым вопросом. На вашей передаче, я этот вопрос именно на вашей передаче задаю. А есть ли силы, структуры в России, как в стране? Возможно, и в Российской Федерации, как государстве. Это ведь небольшое образование над страной. Нас 140 миллионов в стране. А в государстве, там, может быть, 5 миллионов, ну, может быть, так по-разному считать, 6 миллионов. И там свой мир, своя совокупность интересов не всегда не переносится и приемлемы для страны. Так вот, мы задаваться должны сейчас. Именно сейчас этим вопросом, весь пафос моего выступления, что называется, в этом и заключается. А есть ли структуры, а есть ли люди, есть ли кадры у нас для того, чтобы осуществлять управление этой цивилизацией? Ее выстраивание и управление не страны, не, тем более, государство слишком узко. Цивилизационное управление. Это совершенно другая позиция. Это совершенно другая квалификация. Это совершенно другие принципы управления. И поэтому перехват управления у местной позиции, ну, пока перехватывать, на мой взгляд, нечего. Потому что, если и влияет на нашу цивилизацию кто-то, то это другие цивилизации. И прежде всего и иудейская цивилизация. Но структур у нас для того, чтобы ввести с таким же эффективностью свою цивилизацию, управление на своей цивилизации, я не вижу. Поэтому ключевым. Ну, вы знаете, если бы вы увидели, наверное, в какое-то неподходящее время, то эта сила была бы уничтожена. Поэтому любая абсолютная сила появляется в тот момент, в то время, в которое положено появиться. Полагаю, вы в правильном направлении задаете вопрос. И это будет, это тема для большой беседы. Но сегодня, я думаю, это не следует затрагивать. Потому что это отдельный серьезный вопрос. Подготовка, вернее так, формирование определенного слоя населения, определенного слоя интеллектуалов, определенных институтальных центров, их консолидация и делегирование определенных лидеров этих структур в цивилизационное управление. Я полагаю, что ряд фамилий, ну, можно называть, но не нужно, наверное, сейчас. Потому что это уже большая плеяда. Но они... Эти люди есть, скажем так. Да, они появились, они сформировались, они начали сформироваться буквально последние, там, 5, может, 7, ну, максимум 10 лет, я так полагаю. Во всяком случае, у нас есть на сегодня начало. Но это нужно быстро, энергично развивать, расширять, делать необратимым процесс формирования вот этой, хотите, кадровой политики. Пусть это будет кадровая политика. Правильно, все правильно. Я абсолютно с этим согласна. Вот поэтому мы и к нашим зрителям обращаемся постоянно. Работайте над собой. Я вам приведу один пример. В заключении. Маленький. Казалось бы, не такого уровня, как тема, которую мы с вами сейчас затронули. Но это будет показывать, как формируется влияние на нашу цивилизацию и попытка управления нашей цивилизацией. Недавно я столкнулся в виду своей предпринимательской деятельностью с тем, что определенные структуры, которые раньше были государственными или окологосударственными, передаются в иудейское управление самими русскими людьми. Это же и есть тот порог, который мы сейчас должны обсуждать. Анализировать его и не допускать его продолжения. Пример. Каждый из ваших зрителей может это проверить. В интернете большая информация. Есть такая организация. Мособлгаз. Это стратегическое, на самом деле, предприятие. Которое обслуживает всех потребителей Московского клуба. Миллионы. Это было государственное предприятие. Оно принадлежало Московской области. Губернатор Воробью передает ее по определенной совершенно кривой схеме. Кому бы вы... Президенту еврейского конгресса. Кантору. Это как? Это вот можно ли представить себе, что я приехал, Игорь Михайлович, славянин, русский, орловский, великоросс, в Израиль. И заполучил всю газовую компанию, которая обслуживает... Дает жизнедеятельность. И безопасность. Это же безопасность. Вокруг Толегии. Ну, наверное, нет. Это фактор, который показывает, как осуществляется перехват управления. Давайте будем заниматься тем, чтобы это такого рода процедуру скрывать. Напротив, стимулировать перехват управления в нашу пользу. В пользу славяно-тюркской цивилизации. Еще подчеркиваю, тюрки это не те, которые турки. Если говорить об этой самой генетике, кстати говоря, турки-османы, скорее финикийцы. А тюрки, которые, это алтайцы, это, кстати, киргизы, пришли из Сибири. И тюрки это исконные, природные, если можно так выразиться, союзники православных христиан. Союзники русских. Вот это принципиальная важная вещь. И когда идут рассуждения о том, что Турция хочет возглавить некий тюркский мир, это просто абсурд. Во-первых, это невозможно. Потому что это другая генетика, это другой менталитет. Это все другое. И если русская цивилизация, северо-евразиатская цивилизация начнет активные действия именно по этому направлению, ни от каких усилий и никаких успехов у Турции, во-первых, не будет никогда, слово совсем. А во-вторых, самое главное, никаких усилий не нужно будет прикладывать для того, чтобы перехватывать управление. Оно будет просто... Да, и нам, русским, на самом деле, нужно задуматься, на кого мы работаем. Новые машины нам разработали для остановки, скажем так, народного волнения. Наверное, так правильно будет назвать. И это все же делаем мы своими руками. То есть, мы сами себя же уничтожаем, получая за это бабки иудейские. Давайте мы эту тему перенесем на другую беседу. Потому что методология, фактология перехвата управления – это очень важная тема. Должна быть непрерывной, в частности, на вашем канале. То есть, пора заниматься не информационным, назовем так... Шумом. Шумом, фоном. И его красочно можно даже представлять. А тем, чтобы каждый канал, русский национальный, русский государственнический и русский цивилизационный каналы, формировали бы четкую совершенно позицию по тому, чтобы формировалось, развивалось... Новое мышление. Правильно. Новое мышление и кадровая политика создавалась. Спасибо. Друзья, с нами был Юрий Николаевич Егоров. Спасибо вам за просвещение. До свидания. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо.